всем привет с вами дядя володя страшный сегодня 15 марта капает с крыши тепло плюс 3 где-то на улице ну и короче снежок идет и сегодня у нас будет первая часть проекта белочка разборка разборка мотоцикла которого вы еще не видите это будет мотоцикл лишь планета 4 так вот он наш пациент я буду разбирать но разобрать дело не хитрое гораздо сложнее труднее и умозатратнее собрать будет его ну ладно вот у меня помощник помощник видите разборка началась вот так вот я буду пазлом собирать здесь на снежной куче снятые детали но посмотрим что выйдет с этого хуля и карапуз откручивать ду я решил сигнал мешает хочу сигнал открыть вот эта мощь мотоцикл вот здесь паучандр живет видите он гнездо свил вообще вот маска есть и главное чтобы двигатель снять что мне нужно сейчас дуги сниму глушаки сниму левый правый подножки под отпущу вот нейтралку я уже открутил отсоединю проводку так проводка вот она вот она идет ночью она вот плюсовой потом а тут минусовой где-то вот он он не на масса вот именно вот на эту фишку вот на нижнюю потом это вот управляющий которые лампочку показывает вам зарядку идет панельку и три фазы три фазы вот раз два и три в общем тут ничего сложного нету вот этот надо крутить прямо могу как бы этапы вам показывать просто вот но открутить все потом подойти и снять как бы что что вот открутил рассказать а потом даже показываю тоже хотите посмотреть что-то узнать кому-то это пригодится вот сейчас как назвал что где показал вроде и уже знаете да я их просто не назвал там x5 x8 там я не помню хотя это запомнить вообще не сложно ребят какая там насколько их там несколько штук ну вот уже раз смотрите и вот остается провод у отойдет и он уже по определению он идет этот провод на бобинку где-то где-то вот где-то ну вот вот прямо и вот он идет на бобинку посмотрим не 12 вольтовка сделано в ссср из псссб 39 гос такой-то ну ладно буду разбирать с одной рукой чтобы не разберешь много сейчас то все сейчас заслонку отцепить ее в карбюратор вставить это отцепить обогатитель тоже вставить карбюратор в общем карбюратор то вроде как свежий глядите со стороны свежий вообще тут там вообще такое хорошем состоянии да вроде как ну и отверстия тут все правильные на месте а с другой стороны но это пикар какой-то пол китайский а с другой стороны смотрите заслонка заслонка настолько изношена видите она этого заслонка стучала когда вот там люди писали что заслонка смотрите такой износ выработка как выбита но видно я надеюсь да вот она лупила там заслон очка это то есть как бы вот тоже уже тут доброго слова и нельзя сказать об этом это перчатки которые он норовит украсть пошел отсюда во не боится вообще вообще не боится ребят синие за ленту пытаюсь сохранить потому что мало ли что придется еще замотать и смотаю в колясик и буду с собой возить незаменимая вещь очень дефицитная и ну так это раритетная вот сюда я сейчас отсоединю бобинку но тоже видите заслонка и клапан обогатителя уже на месте плавина нету в общем тут по мал по малу так фишки вот начал расчекрыживать а сам откручиваю вот это вот дугу ведь видите я уже крутил за болта здесь нету ну они вот они валяются один из них вообще новый смотрите 2 так себе хотя тоже неплохой ну и дело в чем сам кручу вот фишка мешалась ее расчекрыжил так чтоб не мешалась на эту смотрю ребят посмотрите как сделали люди молодцы я тоже так сделал вот лично я сделал бы также ну картинка помаленьку складывается в общем но и наступил такой момент который показать себе в удовольствии не мать вам такой момент когда вот и для меня всегда момент скрытия вот этой крышки очень трепетный и он всегда показывает ну опять же для меня я сейчас себе так поговорю всегда свое мнение всегда показывает под этой крышкой принципе состояние всего мотора мотора его жизни как он жил как он был с кем он был и с кем он жил но вот звезда вроде как свеженькая но вторичный вал глядите люфт такой имеет то есть это утверждать что здесь коробка исправно уже было бы было бы обманом то есть вот смотрите там красный герметик под крышкой виден ролики все вот лежат ролики цепи но вот их тут нету их тут я прокручивал цепь пока нашел замок кстати замок правильно стоит той стороной положено я даже не ожидал этого и вот ролики валяются от цепи то есть цепь под замену цепь надо будет искать благо что у меня две цепи ты там не ссать иди сюда ну вот так вот шарик стоит шарик здесь в сцеплении только вот в этом месте между штуками что с шарика быть не должно ребята все посмотрим есть тут а там он есть смотрите как он выдавил там он скорее всего стоит ну да ладно все равно все это разбирать делать обнаружил что тут прям прямом смысле слова кололи двигатель смотрите он колоной тут рубили его на телеку и дыру прорубили но ничего как говорится скат сказка ложь давний набег но тут у нас лжи нету сейчас буду расцеплять цепочку отключить два две гайки для гайки крепления двигателя задней стороны и и все и можно двигатель будет вытаскивать так как тут я уже все все уже раскрутил раскрутил ну и конечно мне помогает буля и иди сюда пес самый важный главный пес знаешь и как кто ты как смотрящий я понимаю спать охота ну в общем все открутил здесь вот гаечку отпустил с той стороны снизу подлез и гаечку отпустил здесь уже вот все снято вот ножка не по фэн-шую мешается чуть-чуть нужно сделать но нужно ее отцепить чтоб отцепить нужно и расшплинтовать а зашплинтована она ребят на что кто знает что это такое пишите сейчас пассатиж возьму без пассатиж сами понимаете руки то не совсем пассатижи ёшкин кот вот теперь отнести надо это все ну вот отнес и достаем вот такой шплинт бляха смотрите шплинт все ножка не мешается опустилась но она конечно вообще по фэн-шую ножка главное что за контрагайна вот так должна быть просто отходить вот так вот от названия с под название ишь и вот так вниз вот такой ход у нее такой должен быть ну так и будет принципе так ребят но это тяга которая идет на лягушку я думаю ее нужно выбросить так же как вот это вот все а я снимаем двигатель скажу честно если не не бригадир этот ничего по этого не было ну вот композиция видите вот так вот рисуется рисуется сейчас я занимаюсь колесами ну вот задний открутил остается только выдернуть ось его оттуда извлечь и пока стоит он так ну дай-ка я передние откручу но для того чтобы открутить ося в ней левая резьба значит надо отпустить зажимной болтик а он оказался под ключ на 10 вопереки вопреки тому что он здесь должен быть не м6 м8 болтик стоять а я а что скажет бригадир нам по этому поводу ты читаю смотрю увидев это молчишь грустно смотришь на это ребята смотрите что здесь это как здесь что здесь почему это здесь узнаешь пишите смеха вытащил колесо вот так вот все это развалилась сейчас перчу один шпидометра ну вот так нормально сейчас я вот здесь на один столчик откручу извлеку отсоединю ну тросик в общем вообще нормально все разбирается хреново что собирать дома бригадир но своими делами там занят на кошек охотиться в общем картина вырисовывается только не надо писать что пропорции не соблюдены и колеса не той стороной уложены ребята ну я же для вас стараюсь а вы так сразу прям сразу критично вещь не художник я поэт буля я тебе сейчас за хвост буду отсюда вытягивать на кошек охотиться и падание понеслась чем каждому свое хотела открутить амортизатор потом думаю да ну и он нафиг декая панели сниму и панель вот а у панели один провод самый длинный вот самый длинный провод от переда мотоцикла то есть от панели и он сплошняком идет 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 и он приходит в бардачок вот он это самый длинный провод проводки во всей это плюс который подается на замок зажигания панель где-то панель должно установлено быть знаете так вот здесь вот так и сейчас мы им сколько сколько и жак входит 120 сейчас мы зафиксируем ребят бляха на 120 надо да что ж такое но не липнет общем не буду не буду мучиться не буду портить 40 40 нормально бригадир мне сказал снять вилку переднюю обязательно с рамы ведь бардачки если не успеешь сегодня потому что мне на работу ведь ладно херен с ними а вилку обязательно с ними потому что такой узел как рама и передняя вилка это раздельные узлы на бардачке и так себе короче чтоб снять верхнюю траверсу нужно крутить вот такую гайку ну предварительно конечно надо снять демпфер и значит отпускаете пускаете вот так вот и но если не будет сходить здесь надо что-то забивать сюда растопыривать ну в моем случае все сошло все нормально это верхняя траверса так а вот уже дальше с этой гайкой все сложнее ребят тут можно потерять сверху 21 шарик и снизу 21 шарик обязательно надо что-то подставлять снизу куда это будет все падать поэтому это обязательно то чтобы потом с него тут и магнитом не сыщешь но он конечно вот так вот будет искать но я думаю он ищет либо гамно либо кусок колбасы но я буду вот так делать вот так подставляю беру ключ на 36 и начинаю откручивать но что тоже не обязателен в принципе я камеру отложу две руки в зубы 2 2 2 руки в ход а в зубы не ключа свою сноровку ну чё я сделал короче бригадир сверху мне кажется одного шарика не хватает а мы еще посчитаем вот так должно быть 21 будем считать против часовой стрелки 3 3 3 1 10 3 3 3 и 1 20 21 сверху хватает ну а нижние вот они все лежат их повыкорнул сюда вот как отсюда вроде здесь нету не осталось ну чё по ошибки нормальный вот смотрите все будет работать чё куда наденется хотя у меня есть новые сейчас эти шарики уберу вытряхну ну и остается бардачки да может задний маятник маятник я сделаю просверлю обязательно отверстие вот здесь вот здесь потолотницу помазывать он особо не болтается делать его не буду короче ножку сделаю здесь 2 упор сделаю ну когда буду сварочные работы с рамой раму буду укорачивать вот в этом месте ребята вот от этого места вот прямо где стыкуется но вот от этого вот этот прямой участок укорочу вот до этого изгиба вот ну вот такое расстояние будет укорочена ну соответственно точно такое же снизу уберется два болта будут практически рядом крепление бардачок такой узенький будет вот такой красотулька будет вообще принципе даже у меня сохранится этот замок замок сохранится постараюсь сохранить его хотя укорачивать нужно будет где-то вот тоже в прямой части ну ладно все это будет видно в процессе сейчас пока вилочкой занимаюсь до бригадир бригадир ты где короче ему это нахер не нужно но я тоже устал ребят открутил бардачина посмотреть ой 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 вот бардачинка тут его забили болтик большой стоял он чуть хорошо чем хуже тем лучше для нас мы знаем это мы все это знаем поэтому ребят наверно на этом всем спасибо всем пока до новых встреч с вами был дядя володя страшный и вот такой лишь планета 4 и теперь уже он не просто их планета 4 это проект белочка в итоге будет просто белочка ну как плохарик уже стал плохариком бригадир ли сюда все пока